Всегда делаю с томатами в июле это, и потом собираю здоровый крупный урожай. В этом видео я вам быстро, четко и понятливо расскажу, как правильно обрезать помидоры в июле. И каждый из вас легко это сможет сделать самостоятельно. Результат вас удивит, помидоров будет в 2, а то и в 3 раза больше. Процедуру обрезания помидоров рекомендую проводить как для тепличных помидоров, так и для тех, которые растут в открытом грунте. И также, как правильно обрезать помидоры в июле. Обрезать листья у помидоров можно двумя способами. Первый самый простой, и все так делают при помощи острых ножниц или секатора. Ну а второй, просто взять руками. В этом случае, черешок листа нужно прижимать вдоль стебля до тех пор, пока основание не треснет. Если начать тянуть в обратную сторону, то можно повредить кожицу. Помидоры, которые растут теплицей, гораздо сильнее нуждаются в обрезке листьев, чем те, которые растут в открытом грунте. В первую очередь, нужно удалять желтые листья, которые появляются в первых числах июля, как только образуются завязи. Удалять такие листья нужно каждые две недели. Обрезать нужно все листья, которые растут ниже кисти с цветами, даже те, которые выглядят здоровыми. Это нужно делать так, как такие листья помешают томатам наливаться, забирая много жизненных сил. Удалению подлежат и те листья, которые отбрасывают тень. Поскольку томаты являются светлолюбивой культурой, на стебле не должно оставаться листочков, которые растут кучей. Достаточно будет 2-3, через которые будет проходить солнечный свет. Обрезание листьев лучше всего проводить в первой половине дня, между 8 и 12 часами дня. Это гарантирует быстрое заживление и мест излома. В пасмурный день обрезанием помидоров лучше не заниматься. Чтобы не нарушить сокодвижение, лучше оставить 2-3 листа над верхней плодовой кистью. Нельзя обрабатывать листья помидоров сразу после полива или дождя. Таким образом увеличивается риск занести инфекцию. Ну вот в принципе и все, как я и обещал, легко и просто. Подпишись на канал, завтра выйдет новое видео. До скорых встреч, пока-пока, пока.